В Грузии отмечают один из самых народных и почитаемых праздников – в Дидго-Робу. История гласит, что битва произошла в XII веке. В 1121 году грузинский царь Давид Агмашинебели в Дидгоре одержал победу над армией тюрков-сельджуков. С тех пор это событие символизирует значимость национального единства. В праздновании приняли участие и представители казахстанской экспедиции по следам предков. Золотой век грузинской истории начался 12 августа. В далеком XII веке произошла Дидгорская битва. Грузинский царь Давид одержал победу над армией тюрков-сельджуков. Это сражение привело к разгрому армии сельджукских эмиров и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. В сражении против 300-тысячной армии тюрков выступила объединенное грузинское войско, включавшее 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев. Хотя официальным выходным днем 12 августа в Грузии не является, но инициативная группа уже внесла в парламент законопроект поправок в Трудовой кодекс. Тем не менее, по традиции у мемориала Дидгории, что в 20 километрах от Тбилиси, прошли народные празднования и гуляния. Мероприятия посетили и члены правительства. Сегодняшний праздник, конечно, символ единости грузинского народа. И он замечательен еще тем, что является символом единства и дружбы между кипчагами и грузинами, между казахами и грузинами. Так что мы гордимся этой дружбой и мы всегда отмечаем ту роль, которую сыграли в этой великой битве к кипчагам и грузинам. Приехал на праздник и руководитель экспедиции по следам предков Сапар и Скаков. Поздравляю с праздником Дидгороба. Этот день является общим праздником грузинского и казахского народов, поскольку предки казахов участвовали в битве. По случаю праздника на Дидгорском поле также состоялся концерт с участием грузинских фольклорных ансамблей, представителей традиционных боевых искусств и актеров. Лариса Гречихина, Аскарбек Казангаб, Азамат Саметов, Хабар-24, Тбилиси.